Назначенная руководителем отдела занятости и социальных программ Акимата города Зинеп Джихсибаева в своем докладе на заседании постоянных комиссий городского маслехата отобразила информацию о перенесении выплат для отдельно взятой категории получателей к памятным и праздничным датам. То есть, если данные выплаты были ранее ко дню Республики Казахстан 25 октября, то в этом году они переносятся на День пожилых людей 1 октября. И в пересветили они также будут производиться. В какой категории граждан будут данные выплаты выплачены? То есть, это граждан, достигшим пенсионного возраста, получающие минимальный размер пенсии или пособия, или ниже минимального размера пенсии или пособия в размере 2 млн. Вторая категория граждан – это граждане от 80 лет и более старше, получающие минимальный размер пенсии или пособия, или ниже минимального размера пенсии, или пособия в размере 3 млн. Вторая праздничная дата меняется. И если ранее с огня памяти жертв политических репрессий и голода 31 мая, переносятся выплаты на День независимости 16 декабря. Данные выплаты осуществляются следующим категориям граждан. Это лицам, принимавшим участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, установленным законом Республики Казахстан о реабилитации жертв массовых политических репрессий. В размере 60 млн. это 230 067 декабря. Кроме того, в решении Кибастузского городского маслехата был вынесен вопрос о включении в категории получателей социальной помощи лиц, находящихся на учете службы пробации. Если ранее решение на Кибастузского городского маслехата выплаты только осуществляют для лиц, освободившихся из мест решения, то в этом году на основании представления вносится, чтобы включить в эту категорию лица, состоящие на учете пробации. На сегодняшний день, согласно представлению прокуратуры, количество лиц, находящихся на учете службы пробации, составляет 275 человек. В этой связи потребность бюджетных средств на этот год составляет 10 млн. 153 тыс. тенге. После некоторых уточнений уже на сессии маслехата депутаты единогласно утвердили данный проект. Следующий рассмотренный вопрос об утверждении тарифа за КСК. На основе коммерческих предложений органов управления и согласно методике расчета минимального размера отделам жилищной инспекции было предложено повысить тариф за КСК на 10 тенге. То есть это в общей сложности выходит 40 тенге за квадратный метр. Отметим, что данный вопрос рассматривается еще с весны этого года. В очередной раз он подвергся бурному обсуждению со стороны народных избранников. Не все могут сегодня позволить себе такой тариф, тем более качество работы, оно вообще не улучшится. Вот для меня два вопроса. Как именно вы расчет произвели на 40 тенге, что да, это все устроят не 50, не 35, 40. И что от этого изменится? Почему за счет КСК, за счет оборудования канала, за счет... Это мы должны содержать, и они, получается, спонсируют наше население. И в то же время идет ухудшение всех коммунальных служб. Плохо или хорошо они работают, это другой вопрос. Но элементарно. Если дом без обслуживания, соответственно, ежедневно, например, не проводится проверка состояния дворовых колодцев. Большая проблема. Если дворовой колодец стал, он начал отопить, сначала топит колодец. И если нет органов управления, люди не узнают об этом, пока не начинают отопить подвал. То есть уже в самый последний момент. И уже надо привлекать технику откачивающую, откачивать подвалами и так далее. Это огромное количество жалоб. В принципе, считаем, что 40 тенге – это тариф, который более-менее, как говорится, не то, чтобы позволит улучшить ситуацию, но, по крайней мере, позволит оставить, как говорится, на том же уровне хотя бы. Вопрос об утверждении повышения тарифа за КСК был вынесен на сессию, где большинством голосов депутатов поддержан минимальный размер расходов на управление и содержание общего имущества объектом кондоминиума в размере 40 тенге. Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в составах городских избирательных комиссий. Вместо выбывших приняты 8 новых членов.